В собрание, пожалуйста, садитесь. Если у вас с вами сегодня есть ваши Библии, я надеюсь, что вы их да принесли. Я прошу вас сегодня их открыть на 2-й книге Царства, 6-й главе. Мы с вами будем смотреть на несколько стихов. Я хочу поприветствовать всех, кто присоединился к нам в прямом эфире. Я хочу поприветствовать точно так же молодежь, которая собирается в зале, которая собирается рядышком в зале и церкви в Паёле, и в Десото. Это церковь, которая совсем новенькая, совсем новая. Молитесь, пожалуйста, за совсем этого нового пастора. Мы рады видеть то, что Господь делает в этом месте. Мы приветствуем абсолютно всех. И пастора Райана. Есть два пастора Райана в Десото. Если вы хотите когда-то навестить эту церковь, приходите, пожалуйста, в Паёле или в Десото. Я знаю, что вы будете необыкновенно благословлены тем, если вы посетите эту церковь. Я хочу помолиться. Сегодня мы будем с вами смотреть на псалом. Мы будем смотреть на 32-й псалом по 33-й по-английски, 32-й по-русски. Мы сегодня будем смотреть вот что. Радуйтесь, праведное, Господи, правым прилично. Слава словить. Славьте Господа на гуслях. Пойте Ему на десятьструнные псалтыри. Пойте Ему новую песнь. Пойте Ему стройно с восклицанием. Ибо Слово Господне право, и все дела Его верные. Он любит правду и суд. Милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса. Духом уст Его, всё воинство Его. Он собрал, будто груды морские волны, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля. Да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал и сделалось. Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников. Уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в рот и в рот. Блажен народ, у которого есть Господь Бог. Племя, которое Он избрал в наследие Себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает. Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства. Исполина, воина, не защитит великая сила. Ненадежный конь для спасения не избавит великую силу свою. Вот только Господне над боящимся Его. И уповающим на Его милость. Что Он душу их спасет от смерти. И во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он, помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше. Ибо мы на святое имя Его уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами. Как мы уповаем на Тебя. Благословенная нация, чей Господь Бог есть, Израиль. Мы сейчас будем молиться за народ, который сбрал Господь Бог. Господь Верховный. Он сейчас работает. Мы дочитали до конца Библию. Мы знаем, как книга эта заканчивается. Но мы будем молиться. Молиться. Если вы хотите сейчас встать на колени. Мама, не вставай, пожалуйста, на колени. Если вы хотите встать на колени, пожалуйста, встаньте. И мы будем с вами молиться Господу, как Божий народ. Господь, мы приходим к Тебе сейчас. Мы осознаем, что Ты Господь всего создания. Твоим словом небеса были сотворены. Твоим дыханием сотворено небо, земля. Господь, Ты Верховен. Ты все содержит под Своим контролем. Кажется, хаос везде происходит. Мы обращаем взор свой к Тебе. Ты восседаешь на троне Твоем. Господь, мы смотрим на Тебя. Мы приходим к Тебе в кротости. Не на основании своих дел, но на основании пролитой крови Иисуса Христа. Мы сейчас вызываем. Абба, Отец наш, ответь нам. В соответствии со Словом Твоим. И мы сейчас молимся за нацию израильскую. Она драгоценна Твоему слову. Это нация, которой Ты дал свои обетования. Эти обетования Ты исполнишь. И мы сейчас молим о защите. Мы просим, чтобы Ты их вел по дороге. Господи, чтобы Ты благословил лидерство. Солдат, пожалуйста, хорони, которые идут делать Твою работу. Господь, мы молим Тебя сейчас за тех, кто в заложниках. За их семьи. Господи, мы молим Тебя, чтобы через эти обстоятельства люди обратились к Тебе. Чтобы Израиль обратился к Тебе, Богу. И чтобы многие обратились к вере в Иисуса Христа. Господь, мы молим за всех. Мы за всех молим, чтобы Ты спас всех. Чтобы Ты спас мужчин, женщин. Всех. Господи, я прошу Тебя за нашего президента. Мы просим за палату представителей, за сенат. Мы, Господи, знаем, что сердце царя в Твоей руке. Мы просим, чтобы Ты божественно вмешался и сделал свою работу. Господь, Ты приведи нашу страну к Тебе. Что необходимо, делай. Мы знаем, что без Тебя мы ничего. Господь, помоги нам. Господь, мы Твои дети, которые называемся Твоими детьми. Мы в кротости, в смирении просим, чтобы Ты исцелил нашу землю. Господь, мы просим, что происходит на земле. Мы знаем, что, Господи, такое впечатление, что мы в последние времена. Время наступает. Господи, мы не знаем, когда всё будет происходить. Но мы знаем, что мало времени осталось. Либо мы умрём, либо Ты грядёшь. Но мы хотим быть верными тому, той миссии, которую Ты поставил нас. Помоги нам быть верными, чтобы цели Твои были воплощены в нашей жизни. Помоги нам взирать на Иисуса. Помоги нам во имя Иисуса Христа. Аминь. Я сейчас прошу вас молиться, продолжать молиться. Сейчас продолжать молиться. И сейчас значимые и важные времена. И мы, как Божий народ, должны молиться. Я сейчас прошу вас посмотреть на шестую главу Второй книги царства. Мы с вами будем молиться. Это особенные времена в жизни нашей, в жизни этой нации. Давида помазали, поставили над царём. Он стал царём. Он начал царство. Он установил Иерусалим как столица Израиля. Божьего народа. Он закончил свой поход. Он закончил то, что Иисус Навин не закончил. И были хананеи, которые должны были быть истреблены, когда народ израильский входил в обетованную землю. Иисус Навин не закончил эту работу. Он на Давид продолжает эту работу. И Господь поставил Саула, чтобы Саул справлялся с велистимлянами. И Давид это делает, продолжает эту работу. Они не будут проблемы, этот народ, пока Давид будет делать то, что необходимо Господу. И я хочу сказать вам, что может быть более важным, что тоже произошло. Но Господь в седьмой главе даст Давиду самую великую похвалу, которую может быть дано человеку. Он скажет, твой наследник, кто-то произойдёт из черств твоих, будет сидеть на троне твоём вечно. Это удивительно. И это всё происходит из того, что происходит, как последствия того, что мы видим в шестой главе. Вы должны обязательно прийти на следующей неделе и увидеть, как закончится эта глава, и что произойдёт в седьмой главе. И вот Давида в сердце будет то, чтобы сделать то, что Господь призывает его совершить. Но при всём при этом он будет сходить с этого пути. У него будет хорошее сердце. Но когда Давид не будет ходить по воле Божьей, по Слову Божьему, Господь будет привидеть, Господь будет привидеть, Его наказание будет, чтобы опять привести на путь, по которому Давиду необходимо идти. И Господь благословит его. Правда же, это как Господь, что Он делает в нашей жизни. Мы хотим, у нас хорошее сердце, мы хотим следовать за Бога, но мы сходим с пути. И время от времени Господь должен усадить нас и сказать, больше ты этого делать не будешь. Вы знаете, Господь не изменяется, но Он изменяет нас. И когда мы с вами входим в соответствие с Божьим Словом, мы узнаём Его тогда благословение. Мы тогда вмещаем в себя Его благословение, видим Его благословение. Господь, спасибо тебе за Слово Твое, которое так ясно говорит нам. Благослови Слово Твое. Это центр нашего поклонения. Мы собираемся вокруг истины. У нас нет свободы изменять Слово Твое. Не даётся нам это. Мы приходим к Тебе, не желая того, чтобы Ты изменился, но мы приходим к Тебе, прося, измени нас. Ты нас вылепишь и вылепи из нас тех, чтобы мы были такими, как Иисус, чтобы мы узнали Твои благословения. Во имя Иисуса. Аминь. Шестая глава, первая и вторая стихи. Собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля, тридцать тысяч, и встал, и пошёл Давид, и весь народ, бывший с ним, и звал Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Савопа, сидящего на Херувимов. Критический момент в жизни Давида. И вот Давид получает удовольствие от мира, всё, стабильность происходит в царстве. Но Давид начинает устанавливать дом для себя, и он понимает, что что-то не так. Он понимает, что что-то не так, но я не хочу царствовать без присутствия Божьего. Он понимает, что в жизни его что-то не так происходит. Я не хочу царствовать без славы Божьей, без праведности Божьей. Это хороший царь, который понимает, что есть кто-то, кто стоит надо мной, и я отвечаю Богу. И поэтому Давид не хочет двигаться вперёд без Бога. Он хочет, чтобы ковчег Завета перенесли в Иерусалим, потому что ковчег Завета собой представляет славу и присутствие Божьей здесь на земле. Бог – это Бог вечный, его в коробку невозможно посадить. Но разве мне нравится то, что Господь делает в осознании того, что человек слабый, иногда сходит к нам, доходит до нашего уровня, чтобы помочь нам в наших слабостях, и открывается нам вот именно в физическом образе. Сейчас Господь здесь через ковчег Завета демонстрирует, демонстрирует, что есть его присутствие с народом. И в исходе говорится, что Моисею, что Господь сказал, «Я буду из Киньи собрания говорить с тобой». Это земное представление, представление моей славы, моё выражение славы здесь, на земле. И говорится о том, что Господь открылся со своим именем. Это не просто имя Божие, они какие-то боги, которые ничего не значат, но это бог всего создания, бог Абрама Исаака Иакова. И здесь и Егова. И Егова — имя, с которым открывается Господь, который вечный, верховный, всемогущий, святой бог. И здесь говорится о том, что имя Божие, имя — это воинство небесного, и не только небесного воинства, но ещё и земного, и всей вселенной. И всё находится под контролем суверенного бога. Он всё это сотворил, он всё это сделал. И вот Ковчег Завета представляет собой вечную реальность того, что Господь вечно живёт, и славу нацию. Но мы с вами не видели уже Ковчег Завета, Ковчег Божий какое-то время. Вы помните, что когда Илья жил, вы помните, в первой книге царства, когда Самуил ещё был пророком, когда вот-вот Самуил должен был стать пророком, мы видели, что Ковчег Божий был был с израильским народом, думая, что народ тогда при правлении Илии... Или... 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 Как это по-русски? Или... Anyway. И вы помните, что мы израильцами думали, что они будут манипулировать Ковчегом Божиим, но в конечном итоге они потерпели крушение, и что произошло? Поражение произошло, и перестемляне захватили Ковчег Божий, и поставили в капище Дагана. Вы помните, что произошло на следующее утро, после того, как это произошло? Произошло, что у него нету головы, у него нету... у этого Дагона, этого Бога, Дагона в доме, в капище Дагона, Бога своего, и как и голова, руки, ноги пропадают. И как они испугались, как они были исполнены, филистемляне, страхом, как они поставили на новую... новую... поставили на новую телегу. Это язычники, они не знали, что с этим Ковчегом Божиим делать, но Господь, Господь все равно показывает, что Он благодатный Бог, потому что эти язычники, они не знали, что делать с этим Ковчегом. И вы помните, это эти коровы, которые шли и мычали. Вы помните, что это Господь, воинство небесное, все создание Его. Это, я вам хочу сказать, это коровы, которые были отделены от своих матерей. И как интересно, что Господь ведет этих коров и привел этот Ковчег Божий в израильскую землю. Вы помните, люди Бетшемеш, это как и что люди. Мне всегда хотелось посмотреть, что же внутри этого Ковчега Божьего. Они стали открывать этот Ковчег, и что с ними произошло, сколько людей умерло. И вдруг они начинают понимать, что есть праведность Божия, и мы не знаем, что с этим Ковчегом Божиим. И они ввезли его в дом Авинодава. И интересно, что туда это место, место было иудейское. И вот этот Ковчег Божий, и Ковчег Божий там находился долгое время, фактически собирая пыль. Это проходило фактически 50 лет. И слава Божия фактически отошла от нации. И Давид, когда он воссел на трон, и он говорит, что мы не будем двигаться вперед. Я не буду царствовать без присутствия Божия в своем законном месте. Это хороший царь, который говорит такие слова. Я не могу царствовать вне славы Божьей. И чтобы восхвалять и поклоняться Богу так, как Бог того заслужит. И вот высокое такое действие, на которое идет Давид. Вы еще не видите, что происходит. Вы не видите еще, чтобы Давид молился. Мы видели, как в прошлой главе Давид молился. В прошлой главе, как он искал воли Божьей. И не видно, чтобы здесь Давид молился. И кажется, наверняка он захвачен событиями, которые происходят. Давайте в битву внесем Господа Савауфа за Ковчег в Иерусалим. Давайте перенесем Ковчег Завета из того места, где она находилась многие годы в Иерусалим. И вот, что происходит дальше. И поставили Ковчег Божий на новую колесницу и вывезли его из дома Аминадава. И что на холме сыновья же Аминадава, Оза и Ахио, ввели новую колесницу и повезли ее с Ковчегом Божиим из дома Аминадава. Что на холме шел перед Ковчегом Ахио. И вот, если вы читаете Веткий Завет, вот ставите на новую колесницу, в новую телегу ставится Ковчег Завета. Вы, наверное, должны сказать, что какие-то определенные проблемы сейчас последуют. Почему у нас есть проблема? Почему здесь мы видим есть серьезная проблема? Потому что, если посмотреть числа в 4 глава, Господь сказал, что как было дано колену Левиим от того, что о том, как переносить Ковчег Завожий. Нет, вы, только определенные люди могли притрагиваться к Ковчегу Завета Божьего. И вот сыновья Аарона, они должны были идти туда, они должны были это трогать, и никто из, никого из, не из рода Ааронова мог прикасаться к Ковчегу Божьему. Вы не должны были касаться Ковчега Завета Божьего. И те люди, только есть определенные люди, которые могли трогать эту Ковчег Божьем, и не только это, но еще нести на шестах. Мы с вами можем догадываться, только что происходит. Помните, касаться Арки нельзя было, вот это вот, не Арки, а Ковчега. Что было, что происходило? Последние, кто трогал, трогал, дотрагивался, кто дотрагивался до Ковчега Завета, были филистимляне, до того, как Ковчег вернулся в израильскую землю. И мы видим, что каждый раз, когда происходит, когда мы приносим свое мнение к Слову Божьему, тогда, когда мы с вами имитируем мир, чтобы поклоняться Богу, тогда мы с вами идем по жуткому пути. И вот что здесь происходит, то есть вроде бы, это, может быть, люди думали, думали, что Ковчег Божий закрыт, скорее всего, эти сыновья же Аминадава Озе и Ахио, они выросли с этим Ковчегом. И если ты не будешь осторожным, ты будешь просто, как бы, будешь думать, что я особенный, что я буду делать с этим Ковчегом, что я захочу. Они выросли с этим. И нам очень важно слышать, как христианам, мы с вами можем расти и взрослеть с чем-то с Божиим, ходя в церковь. И мы в конечном итоге можем потерять страх Божий. И это опасное место, в котором, может быть, мы не должны привыкать к тому, что Божие. Мы всегда должны с поклонением, с серьезным поклонением и с уважением относиться к тому, что является Божиим. Вы знаете, тут тоже люди считают, что они могут делать то, что относится к Богу, то, каким хочется. А ведь им руководство дано, было оставлено. Когда моя семья говорит мне что-то собрать, я говорю, да, вот, руководство есть, я главное прочитаю, а основные детали не важны. И что происходит? Обычно серьезные проблемы начинаются. И вот, повезли этот Ковчег Завета, повезли ее колесницу, с Ковчегом Божиим из дома Минадава, что на холме, и Ахио шел пред Ковчегом. А Давид и все сыны Израилева играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимволах. И что, вы помните, когда переносили Ковчег Завета, Ковчег Завета, израильтяне переносили в пустыне, с одного места на другое. Да, как благословлял Моисей, восстань Господь и вернись к воинству своему. И что происходит? Что происходит? что происходит? Благословенно нация, чей Господь является Бог. Когда нация осознает, что Господь является главенством во всем, и когда они покоряются главенству Божьему, авторитету Божьему, так и нация, и лидеры, это тогда становится хорошим, 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 хорошим делом. Это хороший день тогда. И вот мы видим, что люди радуются, если бы стояли корреспонденты сейчас, а что бы они сказали, даже посмотрите, как все прекрасно происходит, и лучше даже не может произойти. Но когда доходит дело до того, как поклоняться Господу, не важно, что люди думают, важно, что Бог думает, и вот вопрос заключается в том, что Господу нравится то, что происходит сейчас. Мы сейчас с вами очень быстро узнаем, что Господь относится к этому. Шестой стих. И когда дошли до Гумна Нахонова, Оза, прости руку свою ковчегу Божьему, чтобы придерживать его, и взялся за него, и бабалы наклонились его, но Господь прогневался на Озу и поразил его там за дерзновение, за неуважение, и умер он там у ковчега Божьего. И вы можете посмотреть на это и сказать, да что же тут в конечном итоге происходит? Что? Почему? Кажется немножко экстремально поразить Озу таким образом. Почему Господь отвечает таким образом? И вот они, вроде бы, путешествуют, перевозят ковчег из одного места в Иерусалим, валы наклонились, валы разве наклонились, эти телицы, которые несли ковчег Божий из филистинской земли. Нет. И я всегда молюсь, когда я проповедую, я прошу, чтобы Господь защитил вас от меня. И мне кажется, то, что здесь происходит, валы, валы являются частью Божьего создания. Мне кажется, будучи частью Божьего создания, что валы знают, и они знают больше, чем знаем мы, они знают, что это неправильно. Вы помните книгу Ионы, пророка Ионы, помните, что все, что посмотреть, все находится под контролем Божьим, все отдает отчет и поклонение Богу. Воды, море, ветер, даже рыба делает то, что хочет, растение, которое вырастает, даже гусеницы делают, это все абсолютно делает, что делает, что Господу заповедует. Кто не делает в этой истории всего того, что заповедует Господь, это Иона, но все создание поклоняется Богу так, как Богу угодно. И, наверное, то, что здесь происходит, то, что происходит валы, и валы, наверное, боятся, что они тоже умрут, если что-то будет не так, вот, и кажется, кажется, что Оза делает, вроде бы и благочестивое у него действие, он не хочет, чтобы ковчег завета упал, и кто-то сказал, и наверняка, Оза думал, что у него рука более святая, чем земля, если бы ковчег завета упал туда. И Господь убивает его, и вечеринка заканчивается. Это вот, это то, как вечеринка заканчивается. И Господь здесь говорит всем, ребята, все вышли из бассейна, вечеринка закончилась, мы останавливаемся. Почему? Что Господь делает? Кажется, экстремальное действие. Я вам дам три урока Господа. Здесь Господь научает Давида и нацию, и Господь хочет научить всех нас. Первое, хорошее намерение, хорошее намерение не прикрывает злые поступки. Но у него же Оза же, хорошее действие, у него же сердце, вроде бы он и был искренний, он был хороший. Я вам хочу сказать, мы, мы, мы можем быть искренними, но при этом искренне неправильными. Вы знаете, сколько людей в мире, которые думают, что они поклоняются Богу так, как Богу нравится, но при всем при этом они не консультировались с истиной Его Слово, и поэтому они не поклоняются так, как Господу угодно, и поэтому Господь не принимает их поклонения. Хорошее намерение, хорошее намерение, люди с хорошими намерениями, которые не поклоняются Богу так, как Богу угодно, Господь не принимает их поклонения, и даже оно ему неприятно. И точно так же хорошие намерения, они не прикрывают злых действий. Второй урок, который вы должны для себя подчеркнуть. Когда вы поклоняетесь Господу, вы должны подходить к Богу так, как написано в Слове Божьем. Когда вы подходите к Богу, вы подходите к Нему так, как написано в истине Его Слово. Вы не говорите Богу, как вы будете подходить к Нему. Он говорит вам, как к Нему подходить. И Господь дает им руководство, инструкции, как поклоняться Ему, как к Богу относиться. И если что-то вне Слова Божьего Богу это, Бог это не принимает. И Господь здесь определил, что когда мы приходим к Богу, и мы видим, что да, Аминадав, есть Аминадав со своими сыновьями. Они заботились о Ковчеге. Но вы помните, что происходило, кто мог только подходить? У священника раз в году только один первосвященник мог зайти к Ковчегу Божьему в Скине и Собрание. Это могло только произойти через кровь Агнца. И этот Агнец в конечном итоге стал этим Агнцем, совершенным Агнцем. Это стал Иисус. И Господь говорит, вы не подходите ко мне просто так, когда вам хочется. Подходите к моему завету, вы подходите через кровь Агнца. И сейчас мы приходим к Богу через кровь Агнца, Иисуса Христа, потому что Он был совершенным. Он был сам Богом. Он был автором жизни. И поэтому мы через Него можем прийти к Богу. Или вы подходите к Богу на основании истины Его, или им подходите к Богу совсем. И я вам хочу сказать, если вы будете поклоняться не так, как должно, вы столкнетесь тогда с Его судом. Вы должны знать закон Божий. О за что они должны были делать, они должны были остановиться, как волы начали наклонять ковчег Божий. Что им нужно было делать? Остановиться и сказать, давайте вернемся в Библию и посмотрим, что нам нужно сделать. Они этого не сделали. И в своем хорошем намерении у них есть гордость. И при всем при этом они поступают, как им, то как заблагорассудится. Иисус является для нас единственным путем к Богу. И вот что я вам скажу последнее, третье. Господь просто так угрозы не бросает. Они не пустые. Когда Господь говорит что-то, нету пустых угроз у Бога. Господь сказал Абин Адаму и его семье Вы коснетесь? Ковчега Божий, вы умрете. Сказано было Адаму и Еву. Не кушайте, не вкушайте от дерева познания добра и зла, вы умрете. Если вкусите, да, так и произошло, они духовно умерли. Это Господь говорил нам, Господь говорит, что только можно прийти ко мне через Иисуса. Во времена Петра, это, ну, Господь еще не вернулся на землю, поэтому он не будет судить землю. Петр сказал, дайте мне сказать что-то вам. Господь осудил мир во время Ноя, осудил города Содом и Гоморру. И вы, вы запишите это, потому что суд грядет и на вас. И если вы не придете к Богу на основании пролитой крови Иисуса Христа, вы, может быть, не узнаете земной жизни, о смерти, но вы точно не узнаете. Может быть, секундочку. Может быть, вы не столкнетесь с судом на земле, но вы точно столкнетесь с вечным судом на небесах, когда вы умрете. И если вы думаете, что вы знаете лучше, чем Бог, будьте осторожны. Можно к Богу приходить только через Иисуса Христа, потому что Он единственный, который исполнил истину Божию, Он тот, кто дает жизнь. И поэтому мы только можем подходить к Богу через кровь Иисуса Христа. И говорится даже здесь, что Оза умер за свое дерзновение. Знаете, что дерзновение переводится по-английски? За свое неуважение. Вы знаете, тут хорошие слова используются. Это дерзновение, это слово, и используется один раз в Писании. Это не только неуважение. Это все равно, что речь идет о восставшей гордости. Один раз всего используется это слово в Библии. И как-то Оза со своим братом дошли до такого места, что они думали, что мы можем со своим братом делать что угодно. Может быть, потому что они выросли с ковчегом Завета Божьего в своем доме. Вы помните, это колено было... Это те, которые подходили к Моисею и говорили, что мы придем, мы подойдем. Они приходят из того колена, где люди подходили еще к Моисею и говорили, что мы будем поклониться Богу так, как нам хочется. И когда Моисей сказал, завтра Господь рассудит между вами и нами. Помните, что развезлась земля и поглотила этих людей. Это были вот эти все люди. Это были... Вот эта семья, они произошли из того, что произошло с Моисеем тогда при Моисее. Господь говорит, нет, этого не будет. И посылает им сильные слова. Это и сильные слова. И опечалился Давид. Интересно, по-английски говорится, он рассердился. По-русски опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Вместо сии, да, она не называется поражение Озы. Давид фактически сказал, мне не нравится, как Господь рассудил здесь. Вы можете говорить что угодно о Боге, но вы не можете сказать, что Господь несправедлив. Он всегда справедлив, он всегда справедлив, он благой, он святой. Но это не значит, что будет происходить так, как вы о себе думаете. Будет происходить так, как написано в Писании. И здесь Давид, он опечалился и фактически сказал, ему не понравилось то, что как Господь рассудил. Есть у вас такое в жизни, когда вы говорите, мне вот не нравится, что Господь здесь делает, как Он управляет вселенной. Вы знаете, Давиду кажется, что Господь с благодатью должен был отнестись козу. Вроде на вере не Озы были хорошие. И Господь всесильный, Он создатель моего создания. И да, вы знаете, мы знаем, что Господь Бог. Он Бог, а мы Его создание. Господь не отвечает нам, мы отвечаем Ему. Он не обязан нам ничем, мы обязаны Ему всем. Он существует, живет. И чтобы выполнять свою волю, мы должны исполнять Его волю. Но так важно, чтобы все, что мы делали, было в угождении Господу. И это не основано на нашем понимании того, что правильно, что неправильно. Нам нужно Его прощение, чтобы мы старались воплощать Его правильные пути в этой жизни, так как Он это сказал. Можно я сегодня вам скажу, это центральное, ключевое понимание этого текста. Вы с благодарностью подчиняетесь Богу. С благодарностью подчиняетесь ли вы Богу? Богу, который святой, Богу, который суверенный. Вы хотите, чтобы Его пути не ваши пути. И может быть, Он не всегда делает то, что вам нравится, но вы с благодарностью хотите подчиниться Богу. Подчиниться Богу во всем, который совершенный, который верховный. И хочет, чтобы мы исполняли Его волю. Это то, что Господь хочет, чтобы мы сделали. И вот вы помните, что... Вы помните Господь проломов. На прошлой неделе мы говорили. Но здесь Господь проходит через... Есть пролом даже через Озу. Господь показывает, что нет у Него любимчиков. Неважно, кем вы являетесь. На правильном пути. Если вы будете стоять на неправильном пути, ничего вам не поможет. Генеалогически помочь вам ничего не может. Либо вы подчиняетесь Богу, либо покоряетесь Ему, Его Мессии, либо вы отвергаете Его наказание, Его благословение. Но сейчас Давид вообще даже не понимает, что ему делать. И устрашился Давид в тот день Господа. И сказал, как войти ко мне ковчегу Господню? И Господь настолько серьезный. И Господь настолько святой, что я вообще не знаю, что с Богом, как вести себя. И я вам хочу сказать, правильно Давид ведет себя. Давид, ты не получаешь какое-то исключение из правил. Ты тоже, Давид, должен подчиниться Богу так, как Богу угодно. И здесь, в 10 стихе, не захотел Давид везти ковчег Господень к себе и в город Давидов. Обратил его в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина. Три месяца. И благословил Господь Авидара, ведь дом его. И вот эта пауза. И как бы темная... Это сейчас темнота наступает в направлении Давида. Три месяца. Потому что Давид не знает, что ему делать. Вот это событие стрясло Давида просто до всего, кем он являлся. Я не знаю, что мне делать. Это страшно. Это страшно впасть в руки. И здесь, вы знаете, поставьте себя на место Авидара Гефянина. Вдруг кто-то появляется. Авет, что происходит? У нас мы хотим немножко что-то в гараж поставить на три месяца. Если ты не возражаешь, что это? Только что селом Ковчег Завета расстроил. В Бетшемеш убило много людей. Только что Озу, Дагана, Дагона этого идола. И мы хотим, чтобы ты оставил Ковчег Завета в гараже. Аж ты, если вы Авидар Гефянин. Подожди секундочку. Что вы хотите сделать? Если вы Авидар... Вы знаете, может быть, я догадываюсь. Вы знаете, что, скорее всего, он сделал. Если Ковчег Божий представляет собой святость Божью, и только что огромное количество людей погибло за какое-то время, тогда я буду с осторожностью относиться к Ковчегу Божьему. Вы думаете, он не с осторожностью относился? Да, знаете, что мне кажется, что он сделал? Давайте откроем Библию. Давайте инструкции посмотрим. Вау, уже люди сделали так, как им хотелось. Не получилось ничего хорошего. Давайте посмотрим в Слово Божие. Вы знаете, что сделал Авидар? Разве Господь изменяется? Господь святой? Святой, да, святой изменяется. Нет, Господь всегда такой. Что же изменилось? Авидар? Гефянин изменился? Он изменяется. Он сейчас начинает подстраиваться под Слово Божие. И сейчас Господь приносит благословение в жизнь Авидара, Гефянина, а не проклятие. И Господь показывает Давиду, да, что я святой. Святой. Да, вы меня должны бояться, но я точно такой же, но я Бог, который получает удовольствие от того, чтобы благословлять своих детей. И показывать, оказывать милость своим детям. Вы знаете, что здесь Господь показывает Давиду? Давид, послушай меня. Ты не должен жить без меня. Но вот что ты должен понимать. Если ты живешь со мной, я не изменяюсь. Господь всегда такое вчера, сегодня и вечно. Ну, люди говорят, да, 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 ну, это то, что в Ветхом Завете. Это не относится к нам в Новом Завете. Вы, наверное, не читали в Новом Завете. Прочитайте от Деяния апостола, 5 глава. Вы помните, как это два человека, которые с неуважением и дерзновением относились к тому, что Божье, и что с ними произошло. И Господь показывает Давиду здесь. Ты не должен жить без меня. Ты не должен жить без меня, но ты должен измениться. Я, Господь говорит, что я не должен изменяться. Я всегда такой же. Я остаюсь таким же. Ты изменись. Ты, ты раскайся, и ты сделай свою жизнь подчиненной моему слову, моей воле. И тогда мое присутствие принесет тебе благословение, а не проклятие. Какая же красивая картина раскрывается пред глазами нашими. Сколько людей хотят, чтобы у них был такой Бог, который такой пушистый, который даст им делать, что им хочется. Такого Бога вы не найдете в Библии. Библии Господь святой. И никто не в безопасности, когда ведет себя так, как им благорассудится. Но если мы приходим к Богу, отдаем свою жизнь, изменяемся, каемся. Это правда же, это спасение. Точно так же, как Господь пришел к Давиду. Господь пришел и к Давиду. Он показывает свою праведность. Мы знаем глубину своих грехов. И что происходит, когда мы знаем глубину своих грехов? Мы же, знаете, что большинство людей хотят? Они хотят прийти к Богу. Ты просто дай мне такой билетик, который бы спас бы меня. Но при этом я буду продолжать жить в своем грехе. Но Господь ведь послал Сына Своего, Сына Своего Иисуса, чтобы избавить нас от грехов. Бог говорит, вы можете прийти к тебе, но направление вашей жизни должно быть измененным. Вы должны жить так, как угодно мне. И вы знаете, к чему нас призывает Господь? Господь призывает нас быть авидарами, которые покаятся в своих грехах, которые изменяют свою жизнь, чтобы узнать благословение Божие. Это то, что мы с вами демонстрируем миру. Господь, Он святой, да, святой, но Он точно так же и милостивый Бог. Приходите к Иисусу, преклоните колени свои пред Ним, ходите в Слове Его, и вы увидите Его благословение. Мы с вами, как верующие, можем отойти с пути. Мы можем, верующие, христиане могут сойти с пути Божьего, да. Может такое произойти, где мы начинаем думать, о, мы знаем уже Слово Божие, нам читать не надо. Вы знаете, что это? Вы знаете, что это? Это неуважение. Неуважение. Даже с моим браком у меня есть степень в университете, я всё сам соображу, что мне делать. И тогда люди понимают, что они проходят через боль. И Господь говорит, я знаю, как только Господь говорит, как правильно починить вашу жизнь. Это вам нужно признаться в своих ошибках. Хотите узнать мои благословения? Вы должны жить по моему Слову. Я не буду подстраиваться под вас. Вы, говорит Бог, должны подстроиться под меня. Отец, спасибо тебе за Слово Твое, которое привозит нас к тебе. Спасибо тебе за Слово Твое. Это не просто какое-то историческое произведение, но это истина, это Слово Твое, которое говорит о твоей святости. Мы видим чуточку твоей славы, лучик твоей славы, и мы видим тогда, насколько мы грешны. Мы каемся, мы обращаемся ко Христу, потому что мы понимаем, что только в Нем одном есть спасение. Мы покоряемся к тебе, мы подчиняемся тебе, чтобы ты благословил нас, и мы подчиняемся Слову Твоему, чтобы нам узнать Твои благословения, Твое спасение. И я сейчас призываю верующих, Господи, если мы с вами будем с неуважением относиться к Божьему Слову, мы просто наречем на себя огромные, огромные проблемы. Помоги нам, Господи, всегда поступать так, как написано в Слове Твоем, с уважением, с богобоязненностью, во имя Иисуса Христа. Аминь. Если у вас сейчас есть вопросы по поводу того, чтобы как отдать жизнь свою Христу, как узнать спасение Божие, выходите. Хотите стать членом церкви? Выходите. Если хотите помолиться, выходите. Сейчас ваше время. Выходите. Знаете одно, что вы никогда не будете сожалеть о том, чтобы последовать за Господом нашим Иисусом Христом. Спасибо. Спасибо. Спасибо.